Можно ли построить на одном участке два дома? А законно ли, что сосед, строя гараж или баню, освоил общую территорию? Или как купить земельный участок дешевле? Рано или поздно многие из нас с этими вопросами в житейской жизни сталкиваются. Вопросов действительно много. Ответы, как минимум, на уже озвученные вопросы попытались ответить законодатели, когда вносили изменения в Кодекс о земле. Новеллы, которые вступили в силу с начала этого года, коснулись всех, кто живет в частных домах, у кого есть дача, кто еще планирует строить или брать землю в аренду. Для примера, теперь белорусы могут увеличить размер участка для постройки дома с 25 соток до 1 гектара. Рост в 4 раза. Главное изменение закона в нашей рубрике – вопрос адвокату. До 2023 года нельзя было на одном участке построить два дома. Теперь эта ситуация иначе обстоит. Как это происходит? Распространенный случай, когда у родителей есть земельный участок, 25 соток, дети хотят построиться и, соответственно, строят дом. Но ранее узаконить его как жилое строение было невозможно. В настоящий момент, да, земельный участок делится, и дети уже могут узаконить этот жилой дом. Но единственное исключение – для того, чтобы разделить данный земельный участок, необходимо подъезд либо подход к этому земельному участку. Иногда бывает это сделать сложно, потому что градостроительные нормы не позволяют. Должны быть определенные минимальные коммуникации. И самое основное – необходимо этот земельный участок выкупить в частную собственность, то есть по кадастровой стоимости. Для того, чтобы произвести раздел и узаконить, допустим, уже существующее строение, гражданам необходимо обратиться в местный исполнительный комитет для получения решения о разделе земельного участка. Еще одно изменение коснулось размеров земельного участка для строительства, который можно либо взять аренду, либо выплатить. Вот о каких цифрах сейчас идет речь? Самое основное – о том, что законодатель убрал минимум предоставления земельного участка. Раньше это было от 0,1, допустим, до 0,10. В настоящий момент минимальный размер законодатель исключил, и остались только непосредственно основные до определенного размера. Ну, допустим, в городе Минске это до 0,15 га, то есть 15 соток. В сельских населенных пунктах, в городах это может быть до 25 соток. Если мы говорим о поселках или сельхоземлях, то это будет 1 га. Но, опять же, законодатель определил максимальный размер земельного участка для огородничества. Раньше такого не было, а сейчас это 3 сотки максимально для огородничества в городах. С этого года, как мы знаем, можно купить земельный участок дешевле с помощью так называемого понижающего коэффициента. Давайте обозначим, как это работает. Да, действительно, у нас законодатель ввел данный понижающий коэффициент. Он обозначен двумя цифрами 0,8 и 0,5. 0,8 обозначен для города Минска, Минского района. Граждане, которых земельные участки были до сентября 2022 года, они имеют право выкупить по заниженным ценам, так скажем. Это все равно кадастровая стоимость. И применяется определенный коэффициент для определения полной стоимости этого земельного участка. И так как у многих граждан земельные участки либо находятся в пользовании, либо по жизненноследовым владениями, государство таким образом людей подталкивает к тому, что земельные участки все-таки должны быть в частной собственности. У нас определена стоимость почти всех земельных участков Республики Беларусь. И установлена кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость размещена в общем доступе. Поэтому каждый имеет возможность посмотреть стоимость своего земельного участка. И впоследствии, конечно, выкупить. После нескольких лет действия данного закона это сделать будет невозможно. В ближайшие три года в стране будет действовать земельная амнистия. Что может попасть под эту амнистию? Какие нарушения не простят? Для граждан это очень важная норма. Мы ее очень долго ждали. Законодатель нас услышал. Действительно было проведено достаточно скрупулезное исследование всех возможных споров между гражданом. И были выявлены определенные нарушения, которые в принципе можно и решить. Одни из самых таких распространенных нарушений земельного законодательства это споры между членами садоводческих товариществ. Вот когда заняли там две сотки, а две сотки неизвестно. Вроде бы фактическое пользование земельного участка больше. И нам необходимо узаконить. Раньше необходимо было изменять генеральный план застройки садоводческого товарищества. Это дорогостоящее удовольствие. Если же на земельном участке расположено строение, тогда да, мы говорим о земельной амнистии. Это может быть забор капитальный, это может быть сарай, это может быть баня. Строения иногда бывают ветхие, и они не отвечают градостроительным нормам. Если есть споры между смежными землепользователями по данной границе, тогда, конечно, эта земельная амнистия не может быть применена, и прямая дорога нашим гражданам только в суд. Есть еще изменения по части условий покупки земельного участка без аукциона и реконструкции. Что здесь нового? Есть дополнительные участки, мы не применимы к земельной амнистии, а есть те дополнительные участки, которые находятся рядом с вашим земельным участком, и они находятся в общем пользовании. Такие земельные участки дополнительные. Да, они будут осматриваться исполкомами, они будут вноситься в реестр, и после они могут быть предоставлены гражданам как дополнительные земельные участки без аукциона. Опять же, мы говорим о двух земельных участках, которые расположены рядом. Так вот, если этот земельный участок дополнительный, хочет кто-то один, а второй будет сопротивляться, и им скажут, я не хочу этот земельный участок, когда исполком может выдать его без аукциона? Но если два землепользователя соседних претендуют на данный земельный участок, там уже будут решать вопросы исполком. Либо это будет выставляться как одним участком, и будет проводиться конкурс, либо он, наверное, будет как-то разделяться для того, чтобы было никому не обидно. Еще одна новелла коснулась наследства. Кто теперь может получить участок в собственности? Мы говорим про иностранных граждан, потому что именно иностранных граждан коснулась эта новелла кодекса. Ранее иностранные граждане, неблизкие родственники-наследодатели, не имели права приобретать земельный участок в порядке наследования в частную собственность. Сейчас же эта часть исключена, поэтому граждане, которые указаны, допустим, в завещании, либо неродственники, могут приобретать земельный участок в порядке наследования без каких-либо ограничений. Зарина Юрьевна, спасибо за подробные разъяснения. Всего доброго. Всего доброго.